На открытии линейки был традиционно поднят государственный флаг Российской Федерации. Для будущих учеников школы первоклассников организовали познавательно-развлекательную программу. Ведущие рассказали ребятам, почему учеба необходима для будущего. Школьные руководители поздравили всех присутствующих с началом учебного года и пожелали успехов, новых открытий, познаний и достижений. Именно с таким настроем в школу пришли новые учащиеся. Я думала, что там будут хорошие друзья у меня и хорошая учительница. Ученики старших классов подготовили для младших сверстников отдельное творческое поздравление, а также исполнили для гостей вальс. Завершилось мероприятие традиционным первым звонком для всех классов, а после преподаватели со своими учениками прошли в школьные кабинеты для того, чтобы провести ознакомительные классные часы. В шестой школе ежегодно открывается новый кадетский класс. В этом году школа вошла в республиканскую программу «Здоровое поколение. Здоровый регион». Мне очень понравился этот класс. Я очень хотел стать котятом. Надеюсь, у меня в будущем будут дать не пятерки. Обычные ученики, они просто учатся, а котята не маршируют и дольше в школе проводят время. Мне нравится форма, и мы будем заниматься спортом. По данному проекту, учащиеся школы будут заниматься по многим направлениям. А кадетский первый класс по шести спецкурсам. Строевая подготовка, настольный теннис, армрестлинг, спортивная аэробика, шашки и шахматы и огневая подготовка. Также ребят ждут дополнительные занятия по хоровому пению и танцам. Всего в кадетском классе 26 человек. Не только родители влияют на решение детей обучаться по данной специальной программе. Яна Вдовина не так давно стала выпускницей шестой школы и считает военно-патриотическое воспитание необходимым для формирования характера и будущего своего брата, который сегодня идет в кадетский первый класс. Здесь замечательные учителя, здесь для меня родные стены в этой школе. Я надеюсь, что для моего брата эта школа станет вторым домом, так же, как для меня. Стены эти будут его так же греть, поддерживать. И что он полюбит эту школу так же, как я, всем сердцем. Именно в кадетском классе физическая подготовка очень хорошая. Мужество, характер уже мужчины становится. Директор школы Гульбану Исхакова объяснила нам, почему именно это направление военно-патриотического воспитания было выбрано руководством учебного заведения в дополнении к основной учебной программе. Потому что каждый ребенок должен уже со школьной скаме знать, что такое патриотизм, что такое быть патриотом своей страны. А ребенок, который воспитывается именно в школе, в семье, конечно же, он будет настоящим защитником своей родины, своей страны, своей семьи, своего города. Гульнас Филатова, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». Гульбану Исхакова